В Брестской области за 2015-2019 годы зарегистрированы 592 новые первичные профсоюзные организации. Только в прошлом году их появилось 298, в которые входят почти 4000 человек. 185 в организациях частной формы собственности. Всего по области насчитывается 3065 первичек, в которых состоят 455 тысяч человек. А это почти 95% экономически активного населения страны. Наша Брестская областная организация объединяет в своих рядах 147 первичных организаций общей численностью более 20 тысяч человек. Задачи остаются единые. Защита интересов, законных интересов наших дружеников, которые трудятся в наших отраслях. У нас много общих проблем, поэтому у нас как бы и у предпринимателей, и у потребкоопераций, и у торговли единые цели. Это добиваться повышения благосостояния наших тружеников, наших работников, следить за тем, чтобы нормы трудового законодательства, отраслевого соглашения, областного соглашения, они соблюдались нанимателями. Ну и улучшения и условий труда, и качества жизни. В работе конференции принял участие председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис, помощник президента, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, а также председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь Михаил Орда. Он высказал мнение, что цены должны быть адекватны уровню зарплаты в стране. Как я сказал глава государства, какие бы ни были большие зарплаты, если будет необоснованный рост цен, то всегда зарплата будет казаться достаточно маленькой. И сегодня профсоюз на постоянной основе, ежемесячно мы смотрим цены во всех районах и городах, порядка где-то около 280 магазинов разной формы собственности, и сетевые, и шаговые доступности. Мы видим, как колебается, как меняются сегодня цены. И там, где мы видим, что есть цены, которые, по нашему мнению, необоснованно вырастают, тем более на продукты первой необходимости, мы, безусловно, об этом информируем и правительство, информируем об этом и министерство, которое у нас по монопольному регулированию и торговле, для того, чтобы были приняты соответствующие, упреждающие меры, потому что цены должны, если они вырастают, то они должны быть обоснованы. Защита социальных гарантий трудящихся и вопросы соблюдения трудового законодательства также находятся в поле зрения профсоюзов. Мы подводим итоги, смотрим на те планы, которые мы принимали, о которых договаривались, которые определяли, что у нас получилось. А все планы, они соприкасаются абсолютно с самыми насущными проблемами наших людей и с самыми важными вопросами, которые у нас есть сегодня на производство, в организациях. И, конечно, те, которые у нас есть вопросы, что мы их не доработали, они у нас где-то не сделаны в том качестве, которым мы определялись, мы будем обсуждать для того, что нужно сделать, чтобы мы все, о чем принимаем, те решения, о чем договариваемся, у нас на практике все выполнилось. Подводя итоги минувшего года, говорили и о статистике производственного труда. Она оказалась неутешительна. 100 человек в области погибли, 500 получили травмы. Эти цифры говорят лишь об одном – важно более ответственно подходить к технике безопасности на производстве. Также обсуждалось и активное участие профсоюзных лидеров в парламентских выборах главной политической кампании года. И это далеко не весь спектр деятельности профсоюзов. Как сообщил председатель Брестского областного объединения Александр Мурашкин, за пять лет правовые службы профсоюзов помогли вернуть работникам более полутора миллионов белорусских рублей, которые были незаконно удержаны или не выплачены нанимателями. Определяющий роль в развитии общества играет человек в трудах. Именно он является движущей силой экономического роста страны и ее социального развития. Анализируя прошедшие пятилетия, можно с уверенностью сказать, что работа профсоюзной фермеризации области в этот период была направлена в повышение социально-экономической защищенности работников, стабильность в обществе и сохранение трудовых коллективов. В очередной периоде проходил процесс укрепления организационных структур профсоюзов. Первый шаг из становления и развития сделаны городские и районные объединения. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши региональные профпроактивисты способны решать и организовать выполнение настоящих перед ними задач. По итогам отчетно-выборной конференции был избран новый председатель Брестского областного объединения профсоюзов. Им стал Николай Шум, до этого времени возглавлявший Малорицкий райисполком.